Всем привет, с вами Дед. Я хотел рассказать одну историю. У меня достаточно непростой взаимоотношение было всю жизнь со смартфонами. То есть, я не как все там. Сначала был кнопочный какой-нибудь аппарат на Symbian, потом кое-что-то более продвинутое, КПК на Windows Mobile, потом уже телефон на Android или на iOS и так далее. У меня как-то все достаточно шло мимо. Первый смартфон я приобрел в 2012-2013 году. Это была Nokia N9, с которой я отходил 3 с небольшим года, а потом перешел на аппарат на BlackBerry. Смартфон на Android у меня появился сравнительно недавно. Вот я купил где-то летом себе ZTE, и то лишь там по двум небольшим причинам, основной из которых было желание пользоваться системой бесконтактной оплаты Google Pay, которой нельзя было пользоваться в BlackBerry. Вот, и то достаточно компромиссный вариант был, ну да ладно. то есть у меня не было полноценного опыта взаимодействия с всеми устройствами. Я их всех тыкал, да, там уже потом, когда они уже все стали ретро-аппаратами в каком-то смысле. И достаточно пользовался, и пользовался довольно-таки современными устройствами. Что я тут хотел пробовать замутить, скажем так. Я решил отказаться на хотя бы неделю от устройства, на от современного устройства на платформе Android, и ну, так же, что и других современных устройств и заменить их своими более старыми собратьями. В частности, вместо своего основного телефона я хочу взять вместо этого устройства хочу попробовать HTC HD2 аппарат 2009 года выпуска. Второстепенным аппаратом у меня выступал долгое время Nokia E7. Тоже достаточно уже старенький девайс. Клёвый, замечательный. Мне очень нравится. Вместо него я решил пробовать устройство постарее. Это вот моя старая кнопочная звонилка LG GEM200. Тоже 2009 года выпуска. Ну и компьютер. У меня есть планшет Fujitsu. Тоже 2009 года выпуска. Скажем так, решил пульнуться на 10 лет назад. Сегодня у нас на дворе 25 ноября, и вот на недельку я решил попробовать вернуться в прошлое. Для чего? Есть, да, там ролики на YouTube. Один я точно видел, там, где люди пытались отказываться совсем от девайсов. В том плане, что вот, нам это не так сильно надо, и в принципе более-менее можно существовать. Нет, я хочу попробовать подтвердить, как мне кажется, другую теорию. Теорию того, что хоть технологии сейчас и очень быстро развиваются, как нам пишут, типа там супер-железо запихивают в телефоны, да, там миллионы, там, гигабайтов оперативной памяти, там, супер-экраны, то есть все пятое-десятое, что это все на самом деле нахрен не надо. Для этого я хочу взять даже старый аппарат, на уже солидно устаревшей операционной системе, и попробовать решать с ней свои современные задачи. и выяснить, то есть действительно ли технологичный процесс, который сейчас происходит, так необходим, так вот важны все эти обновления устройств и так далее, или мы просто зажрались на самом деле и ведемся на поводу у маркетологов, которые нам каждый год впихивают одно и то же за большие и большие деньги. Вот, через неделю я, соответственно, запишу какой-то свой итог этого эксперимента, то есть насколько это было удобно. Мне кажется, что все должно пройти достаточно плавно, потому что, в принципе, я старыми устройствами пользовался, в основном вторыми, то есть у меня был основной аппарат, на BlackBerry долгое время это было, и в параллели для своей второй сим-карты я брал что-то еще, ну, просто ради интереса. Так что я думаю, использовать устройство как основное у меня не вызовет большой, не вызовет много проблем, и хочу таким образом пробовать доказать свою вот эту теорию. или опровергнуть. Может быть, у меня не получится успешно это сделать. И вот так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, вот я уже второй день, получается, я, кстати, хожу с HTC SD2 на Windows Mobile, и знаете, в принципе, довольно-таки неплохо работает спустя 900 лет платформа, но есть большая проблема с интернетом. Все-таки интернет жирнеет, а местные браузеры, даже Opera, или тем более Oslik, не переваривают HTML5, походу, вообще. Ну, или прям как-то на очень минимальном уровне. Поэтому, ну, ВКонтакте, даже ВКонтакте сидеть, ну, мягко говоря, не получается. Я нашел здесь пару сторонних клиентов, пытаюсь с ними разобраться, но, по крайней мере, с кем-базовыми функциями, типа телефон, позвонить что-то там, послушать музыку, почитать, кстати, комиксы, есть некоторые интересные приложеньки для этого. То есть с офлайн-контентом все здорово, а вот в онлайн как-то телефон выходит слабо. Причем я подозреваю, что это проблема именно Windows Mobile, а не самого аппарата. Пап, ты в нашей семье пользуешься телефонами очень давно, однако к смартфонам приобщился сравнительно недавно. Причем из аппаратов у тебя в основном были чуть более продвинутые звонилки, которые даже на момент выхода числились устройствами среднего класса. А первым смартфоном сразу стало устройство на Android, Lenovo A660. После него я подарил тебе Xiaomi Redmi 2, который считается аппаратом низшего ценового сегмента, пусть далеко не самым плохим. Однако у тебя не было аппаратов на старших Симен или КПК, или даже хоть какого-то девайса с сенсорным экраном до этого. Отсюда такой вопрос. Насколько сильно в твоей жизни отразился переход с обычного телефона к смартфону? Какой метод ввода удобен для тебя сенсор или кнопки? Удобны ли габариты современных устройств? И сколько широко ты используешь функционал смартфона в сравнении с простым телефоном? Насчет сравнительно недавно пользования смартфоном. Ну, уже лет 5-то точно. Кнопочный телефон удобен в качестве средства для общения. Позвонил, именно телефонного общения. Позвонил, все рассказал. Смартфон удобен в качестве общения разными путями. Телефонное общение, общение в социальных сетях, пересылка разного рода информации через интернет, через соцсети. Плюс поиск, ну, как бы в домашнем обиходе, это поиск всего, что тебе нужно, не нужно, через, там, Авито приложение и все остальные подобные. Очень удобно. Поэтому функционал используешь, конечно, может быть не на 100%, но процентов на 50% точно используешь его. Я думаю, что кнопочный телефон не даст только возможности для общения. То есть, все-таки для тебя пользование смартфоном предоставило больше возможностей по сравнению с обычными телефонами, которые ты пользовал раньше? Да, все происходит гораздо больше. Что-то тебя заинтересовало, ты, не доходя до компьютера, через телефон поискал, нашел. Пока там где-то едешь в пути в метро или в машине где-то в пробке стоишь. Ну, как правило, в метро, например, едешь и пользуешься этим вот моментом. Почитать, опять же, что-то можно. Экран большой, загрузил туда в качестве той же читалки можно использовать. Ну, все равно, как правило, конечно, это ты пользуешься интернетом, поиском там всякой всячины, которая тебе нужна. Ну, и общение в вот этих социальных сетях, потому что иной раз ты не можешь обзвонить столько абонентов, скольким ты отправил сообщения определенного там характера, все прочитали, все понятно. Ну, хорошо, спасибо. Хотелось с вами поделиться некоторыми впечатлениями по итогу двух дней использования Windows Mobile 6.5 в качестве основной операционной системы. Основным аппаратом у меня сейчас выступает HTC HD 2, собственно, как я и говорил. Есть возникнет некоторая проблема при использовании, в частности, это, наверное, связано больше всего с тем, что платформа достаточно старая и никем уже не поддерживается, но, в свое удивление, я обнаружил, что она, в принципе, достаточно шустро работает. В частности, наверное, это больше благодаря оболочке HTC Sense, чем в самой системе. То есть операционка не выглядит как-то убого, деревянно, то есть все работает достаточно шустренько, приятненько. Я могу удобно передвигаться здесь по экранам, смотреть какой-то файн-концент, как я чуть раньше говорил, то есть с онлайном чуть труднее. Также одна из основных проблем, с которыми я столкнулся, это перенос контактов. Вход в Google аккаунт, здесь есть умолчание функции синхронизации с Google аккаунтом, но почему-то она мне не заработала. Перенеси свой аккаунт, хотя бы, не то, чтобы там обойти календаря или лепить задачи, а просто хотя бы контакты обычные, я не смог. Я попробовал скинуть их через VCF формат Picard, с комбайс, телефон, там, неважно. Он делает одно и то же. Это, скорее всего, связано с тем, что Outlook обоссанное говно, пардон за выражение. Я с этим сталкивался, когда писал веб-приложение и делал рассылку по Outlook почту, он как-то криво понимает Кириллицу. Какая-то у него здесь своя котировка и вместо нормальных русских букв он показывает мне нечто прикольное, так сказать. Я вот вижу вот такой вот набор интересных символов. Я уже видел и добитую кодировку, и это очень, ну, так сказать, интересно. В общем, картинки, более того, описание внутри контактов, если они какие-то дополнительные были, не плюс-минус сохранились, но сами имена просто у меня рассыпались. И, ну, это не очень удобно. Спасибо, хотя бы по картинкам можно ориентироваться, кому я звоню, не в том перенимовать, соответственно. Не очень приятно, но с этим можно спириться, это ладно. Что меня также приятно удивило, это туманность аппарата. Я, да, я до этого ходил с ним уже какое-то время, но он мне был именно что-то вторым. Основным девайсом у меня тогда было BlackBerry. И вот для своей второй сим-карты я использовал второй аппарат какой-нибудь. Ну, для... так прикольно. Сейчас у меня это вот моя LG GM200, которая вообще замечательный, клевый телефон. Ну, и все его, много лет с ним ходило, сейчас снова хожу, все замечательно. И действительно бил своей автономностью. С учетом того, что здесь стоит родной аккумулятор, то есть он не менялся здесь с момента покупки. Ну, ему, грубо говоря, без малого 9 лет, и он, в принципе, спокойно вытягивает 9 дней работы. При этом я немножко сижу в интернете, я постоянно слушаю музыку с включением Bluetooth, а здесь Bluetooth состоит всего лишь второй версии, то есть он такой себе энергосберегающий. Кстати, музыка здесь проигрывается очень здорово, удобно, шустро, музыка слушает очень приятно. Очень клевый штатный плеер, замечательно. С видео также возникли проблемы, причем проблемы именно операционной системы, потому что я видел возможности этого аппарата на других осях, ну, на кое-угодно, то есть на Windows 7, Windows 8, в фон смысле, на андроидах любых версий, железо здесь достаточно для переваривания, даже, ну, чуть ли не Full HD видео там с ограничениями. Здесь же я вот ставил даже пару сторонних плееров, что-то у меня он HD видео не воспроизводит, и кодеков ему не хватает. Не понимаю, почему. В видео в меньшем разрешении кушает спокойно, звук воспроизводится в этих же видео так же спокойно. Вот, немножко грустно. Кроме того, само видео, видео на камеру, он пишет разрешение всего лишь 460, ну, что-то 40 на 480, то есть в соотношении с 280 к 380 никак нельзя сделать, и вот это максимальное разрешение, потому что камера 5-мегапиксельная, и по другими осями он может писать вплоть до HD спокойно. Вот уже он делает отлично, так и замечательно, но вот именно программные ограничения делают невозможность записи качественного видео, немножко обидненько. Это вы могли видеть в предыдущей вставке, которую я записывал, соответственно, на этот аппарат. То есть здесь проблема больше, в принципе, само по себе устройство достаточно угодное все еще. Я не забираю своих слов о том, что я говорил в своем старом обзоре. Оно все еще классное, здоровское, мощное, даже достаточно мощное, производительное для своих задач. Но платформа Windows Phone 6.5 все-таки устарела. В чем даже не то, что она устарела, она просто не развивалась дальше. То есть у нее нет таких, такой большой фонбазы, мне кажется. У нее, возможно, есть какие-то внутренние ограничения ядра, которые позволяют ей работать на полную мощность. Что можно убрать на других осях под этот телефон, которыми он работает. Замечательно. Что также приятно порадовало в этой системе, это многозадачность. То есть она действительно здесь четко и хорошо работает. Я мог открыть несколько дней назад это предложение, типа читалки комиксов. Я вот на этом, в каком-то моменте, давно его свернул, уже забыл, листал там какие-нибудь видео, пытался шкуряться с другими программами, что-то оставил, лазил по системе, как-то там забавлялся с файлом-менеджером, делал все, что мог. А потом я возвращался в это же приложение, и оно оставалось в той же позиции, что и было. Так же и с другими приложениями. То есть я могу его открыть, что-то посмотреть, свернуть его, и потом вернуться чуть ли не через день, и оно будет на том же состоянии. Андроид к ним попасться не может. Может это смотреть, например, в моем обзоре Xiaomi, в котором MIUI просто берет и выкидывает приложение, ну вот, типа через пару минут работы, потому что там 2 гигабайта оперативной памяти, хару, это же офигеть, как много здесь всего, 5.8 мегабайт, и ему все нормально. Я также говорил в прошлой вставке насчет онлайн-контента, в частности браузера, то есть о том, что местная опера-мини так себе вводит интернет. И что любопытное, я сейчас хотел бы немножко изменить. Не-не-не, я поставил Java-версию оперы-мини, седьмой версии, через эмулятор, и в этой версии браузера интернет, в принципе, нормально работает. Я смог даже посмотреть YouTube, да, там, или 360p, но я смог это сделать даже без надежных, при том, что я смотрел через мобильный интернет, а LTE этот телефон, ты знаете, не умеет, только через 3G. Я смог спокойно посмотреть ВКонтактик, я поскольку там музыку поковырялся, и они отлично обрабатываются. Да, они супербыстро, но работают. Думайтесь, приложения, которые запускают через эмулятор, которые написаны мне под эту систему, даже не близко, работают гораздо лучше, чем нативные приложения. Более того, нативные оперы есть проблема с тем, что она может открывать не больше трех вкладок. Я думаю, что это связано с программом оперативки, но не пига. Опера по Java спокойно их открывает. Все вкладки, я открывал сегодня, и они обработаны. Так что я решил дать еще телефону шанса. Я хотел попробовать сменить этот аппарат на чуть более свежий, например, на Lumia 800, то есть попробовать Windows Phone 7, следующую версию, поскольку в колене системы. Но я пока решил дать еще частичный шанс и погонять до конца недели именно на ней. Может быть, я открою для себя какие-то еще возможности эту операционную систему, которую я не знала раньше, и мое итоговое мнение как-то возможно и обвинится. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снежана Ивановна, добрый вечер. Вы, как опытный учитель информатики, также, я думаю, являетесь продвижным пользователем компьютера. Вы явно тот человек, которому не чужды современные технологии, также я знаю, вы являетесь опытным пользователем социальных сетей. То есть вы все-таки человек в интернете далеко не последний, скажем так. Также, насколько я знаю, у вас в пользовании было достаточно разнообразие смартфонов. В том числе это были Lumi 800 и Sony Xperia Z1 Compact. Насколько я знаю, сейчас у вас основным устройством является Meizu M6 Note. В чем вопрос? Между датами выхода этих устройств лежат большие промежутки времени. Насколько сильно по опыту отличаются телефоны, которыми вы пользуетесь раньше, от тех, которыми вы пользуетесь сейчас? Ну хорошо. Конечно же, первоначальная функция телефона – это звонки. Звонки и смс. Потом появились смартфоны. Первый мой любимый Nokia Lumia на Windows. Мне казалось, лучше телефона нет. Я им пользовалась до самого последнего, пока не стали выходить, естественно, приложения, которые на Windows не работали. И мне просто пришлось с ним расстаться. Только из-за этого. Вот. Поэтому соцсети. Соцсети и общение. То есть ты постоянно на связи со всеми. И как педагог, то есть постоянно на связи со своими учениками. Что сделать, например, со звонком по телефону, охватить сразу всех, обзвонить всех – это время. А вот, смотрите, Lumia 800 выходила аж в то ли конце 11-го года, то ли начале 12-го года. Сейчас, мы говорим, конец 2018-го года. То есть между датами… И вот краски вот этот Мейзо, который у вас сейчас, он сравнительно свежий. По-моему, он то ли этого, то ли прошлого года телефон. По-моему, да. То есть между ними лежат аж 6 лет. Достаточно сравнительный срок. Ну, чуть больше, чуть меньше, чем 3-й моей жизни, как бы. То есть все-таки времени много. И насколько вот именно по опыту взаимодействия отличаются от Тория? Потом, то есть то, что вы делали тогда и то, что вы делаете сейчас. То есть все, я поняла. Ну, смотри, Lumia понятно, да, почему пришлось расстаться из-за ПО. А Nokia у меня достаточно очень хорошо нравился. И там все приложения поддерживаются, все функции тоже. И в принципе, вот честно, вот лично я, я отличия вообще не вижу с Мейзо. Вот, абсолютно. Ну, если только… Если мы не сравниваем характеристики телефона… Нет, именно потому, как оно работает, и что вы с ним делаете. То есть характеристикам понятно. Абсолютно то же самое. Абсолютно те же самые соцсети, Инстаграм. Ну, одноклассники, естественно, уже все далеко ушли. Я не помню, когда я последний раз туда заходила. В ВК я сижу постоянно, потому что у меня дети пользуются абсолютно. Все ученики сидят в ВК, все беседы, все чаты и так далее. А вот, Инстаграм, ну, потому что это Инстаграм, и сейчас им все пользуются. Кстати, я вот до самого последнего, наверное, была, наверное, последним пользователем, у которого не было Инстаграма из всей моей семьи и знакомых. А, даже так. Да, да. Ну, потому что Люмия. Потому что была Люмия, на которую нельзя было установить Инстаграм. То есть, если бы, в принципе, на той же Нокии работали те приложения, там, те же Инстаграмы выходили, да, там и прочее, не отваливалось, ну, вполне все могли спокойно пользоваться. Да, абсолютно, сейчас, как бы, телефоны в этом плане, смартфоны, ну, мне кажется, они одинаковые, если мы, опять же, не сравниваем характеристики, именно технические характеристики. Видео, качество фото, ну, естественно, да, в новых телефонах это отличается, это, ну, это круто, потому что сейчас, да, все фотографируют, и фотографии должны быть качественные в Инстаграме. Вот, ну, ладно, спасибо вам большое. Все? Здарова. Тут мой эксперимент с недельки несколько затянулся на практически месяц. Сейчас уже идет где-то треть недели, и, как я говорил, все-таки с фэмом немножко туговато. Я нашел, между прочим, сюда обновленную версию Opera Mini, десятой версии, которая работает, ну, гораздо шустрее, гораздо приятнее в интернете, но, в общем и целом, тот же YouTube, например, посмотреть все-таки сложно. Хотя, а это я делаю часто. Особенность телефона. Пробовал еще и другие инструменты, ну, знаете, все-таки достаточно спорно, именно вот выход в интернет для мультимедиа, вот так скажем. То есть, тоже Opera, например, звук тоже так себе проигрывает. Ну, и понимаете, проблема не смартфона, проблема операционной системы. Она не может, не вывозит, хотя аппарат вполне себе может. Но тут я, не отступая от своей идеи, решил-таки просто обновить немножко устройство, вернее, его операционную систему. Здесь установлено, как я уже говорил, Windows Mobile 6.5. Что у нас после нее шло? Windows Phone 7. Я ее уже тыкал, пользовался. И, в принципе, HTC HD2 можно спокойно обновить до Windows Phone 7.8, или даже до Windows Phone 8. Но я решил не портить устройство, так сказать. И вспомнил, что у меня есть 800 Lumia. И, знаете, аппарат по быстродействию стоит на голову выше. Все работает гораздо быстрее, шустрее, приятнее. Тот же браузер, Internet Explorer, кто бы что ни говорил, он просто шикарный. Но. Но. Одно очень большое но. Я что-то как-то пропустил момент, когда Microsoft прекратили поддержку седьмой версии Windows Phone. Причем, ладно, там Market или еще что-либо. Кстати говоря, тут же сам Market работает. Но. Мы ничего не можем из него скачать. Просто выдает ошибку, просит войти в учетную запись. В которую войти невозможно. Я почитал это с этим ничего нельзя сделать. То есть, оно так и есть. Поэтому прости Windows Mobile, Windows Phone 7, но я возвращаюсь обратно на Windows Mobile. Опять работает. Что она modится FR будет не раз typically такого пр亞인을? Теперь я могу ударить. Видос których у multiples, торопортр закрыли? Можно ли было бы запись. rac raised с проходом, дом П 223, �イенцион Throwback. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Потому что если бы он стал, ну, по или иной версии прошивки там была, то есть вроде бы более свежий Android, да, там, типа, должен радоваться, но нет, типа, я теряю то, что я имею здесь сейчас, как бы, это вот не клёво. Было ли у тебя такое то, что, например, у тебя, ну, там, стоишь, например, сравнить с переходом, там, iOS 6, iOS 7, ну, там, ладно, там, дизайн, не будем об этом говорить, но это именно по функционалу, то есть. Да, это, знаешь, это доставляет неудобства, когда ты только-только привык к каким-то базовым функциям, допустим, вообще, как-то, не то, что слепой набор, а просто слепое пользование телефоном, но настолько часто им пользуюсь и настолько интуитивно его чувствую, что я могу вот так вот набрать сообщение, обработать фотку, залить её в инстач и ещё откомментить, не знаю, комменты, комменты откомменты, да, всё правильно сказала. Вот, а когда приходит новое обновление, в котором принципиально ничего не изменилось, но поменялось какое-то расположение кнопок, мне приходится переучиваться. Камон, ребят, ну какой год на дворе, почему я должна переучиваться под систему, ну зачем вы так делаете? Вот, например, последнее, о чём я конкретно говорю, пока я это рассказываю, это градация папок в галерее, то есть они раньше были вот так вот в столбичек красивенький, и ты там, у тебя фотопоток, твои типа селфачи избранные, ну и там рандомные альбомы, и там в самом низу у тебя там удалённая корзина твоя была. А сейчас они, альбомы идут вот так, а встроенная навигация, то есть вот удалённые, селфачи там и так далее, я до сих пор не понимаю, как они разделили вот эти вот папочки и вот эти вот вкладочки в вертикальном положении, и я каждый раз такая, блин, 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 как это найти, ах, ну да, то есть интуитивность потерялась, и всё, ещё не приобрелась, а когда я к ней привыкну, они сделают опять обновление. Ну потом это имеет смысл, то есть что-то изменили, но стало ли от этого... Я думаю, что от этого становится только хуже, потому что принципиально важных обновлений не заводят, ты испытываешь определённый дискомфорт, плюс ко всему из-за этого зачастую старые модели телефонов у тебя летят, или начинают глючить какие-то приложения, и нужно ещё немножечко подождать, пока новое приложение адаптируется к новому обновлению, чтобы всё нормально работало, особенно Инстаграм. Ну вот это вот всё. И из плюсов я могу выделить только разнообразие, что ты вроде как купил один телефон, а пользуешься как будто бы несколькими, что у тебя всё разненькое. Ну то есть в нашу стандартную обыденную жизнь небольшое разнообразие вносится, которое не очень-то и полезное, но хотя бы периодически ты смотришь, о, сегодня была белая тема у музыки, сегодня тёмная тема у музыки. Ну ещё можно побомбиться в Инстаграме и собрать немножечко лайкосов за это. Ну а по твоему опыту, то есть это какая-то особая тенденция последних лет, или это всегда так было? Или, то есть, ну вот, как с твоей стороны, как тебе кажется? Я думаю, что это тенденция последних лет, да, больше ближе к этому, но я, к сожалению, не могу тебе сказать, с чем это связано. Ну просто я не думаю... Ну с чем это связано мы это никогда не узнаем, всё-таки это, я думаю, знают определённо те чуваки, которые сейчас там. Может теории заговора различные строят, но по факту мы не знаем, что это такое, зачем. То есть это может быть связано с тем, что они, правда, постоянно над чем-то работают, это может быть связано с тем, что им нужно продвигать новую продукцию за счёт ухудшения старой продукции искусственным, вот таким вот странным путём. А может быть это просто банальная система отката, как работают с нашими асфальтами, типа, привестилим-ка мы асфальт, а перепишем-ка мы систему, ну почему бы и нет. То есть с чем это связано, но сейчас это почему-то делается. Раньше что-то такого не видел и не испытывал. Но с другой стороны, как бы раньше, когда у меня был кнопочный телефон, да даже не клопочный телефон, у нас как бы такой сильной связи с интернетом не было и подгружать обновления мы не могли. То есть откуда нам эти обновления брать? Это вам не Тесла, которая вам... Не, кстати, на тем же Симбах они, кстати, обновляли Фалл-Воздуху. Ну у меня был Симбиан, я не знаю, как он... У тебя была, у тебя была Nokia 95, который короткий... Ой, более Симбиан, вот только один. Ну вот, типа, оно уже уменьшает так делать. Ладно, спасибо тебе. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет, с вами Дед. Вот уже прошло где-то больше месяца, как я хожу с вот этой вот малышкой в качестве основного своего устройства. И я решил таки подвести итоги своего этого эксперимента. В чём была основная цель? Пробовать проходить с достаточно старым аппаратом в качестве основного и посмотреть, насколько отличается опыт взаимодействия старого устройства практически десятилетней давности в современных реалиях. И знаете, спустя где-то месяц лишним мой эксперимент несколько, скажем так, перерос в себя. То есть из одной концепции он перерос в чуть другую. И я знал о себе некоторые вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Ну, во-первых, про некоторые факапы. Телефон, в принципе, всё классно. Как я им пользовался, как я с ним работаю, как он себя ведёт, я рассказывал. Но произошла прикольная тема с вот этим вот товарищем, с LG-шкой. Дело в том, что спустя две недели, даже, наверное, чуть меньше, у него села батарейка. И прикол в том, что я где-то профукал свою родную зарядку его, никакой лягушке или чего-то похожего у меня нету. Поэтому мне пришлось вернуться к моей любимой Nokia E7. Это классный телефон. Ему тоже уже, сколько получается, 7 лет. Даже чуть больше. Ну, тоже такой уже относительно всё-таки железок. Такой не то, что пожилой, но всё-таки взрослый молодой человек, скажем так. То есть, за рамки эксперимента, в принципе, не вышел. То есть, это всё ещё старое устройство, которое не на Android, которое используется в качестве основных. И что я для себя, наверное, открыл в каком-то смысле. Какой токи для себя вынес? Старое устройство, в принципе, да, здесь платформа устарела, ничего не скажешь. В интернете их осидеть можно, можно упадать какие-то задачи. Но не все, и не всегда их можно выполнять с должным комфортом, скажем так. Но, я параллельно глядел ещё в другие железячки. И знаете, я так посмотрел. Аппарат, выходивший после 2012-2013 года, где-то примерно, Android-флагманы. Именно устройства, которые делались... То есть, тогда я всё-таки делал... Тогда устройства, как мне кажется, как я смотрю на них, старались всё-таки делать качественно, без заведомого плана по их устареванию. То есть, это делали устройства, которые должны быть классными. Мы не будем говорить о совсем бюджетных моделях, которые были сделаны плохими. То есть, они лучше не станут, да, если они тогда плохо работали. Они сейчас будут плохо работать. А то ещё и хуже, да, там... Вот, ну вот берём, если какие-нибудь хорошие модели, устройства, там, среднего, старшего нового сегмента, они, вот как раз-таки, они хуже не становятся. То есть, если аппарат вот вышел классный, да, вот какой-нибудь возьмём, например, LG G3, замечательное устройство. Вот недавно, там, купил своему брату LG V10, да, вот это схожего поколения аппарат. Шикарная машина, то есть, вот он делает всё обалдеет, как классно. Он моментально работает, у него классные камеры, всё замечательно, красота. И спустя столько лет он не стал хуже. Вот в этом-то и речь. То есть, сами, ну, хорошие телефоны хуже не становятся. Процессоры, там, их мощность хватает за глаза. Да, сейчас выходят более новые процессоры, там, больше оперативной памяти. Но, понимаете, прикол в том, что в мобильном устройстве нечему использовать такие мощности. Игры? Серьёзно? То есть, вы, типа, какие-то там кубки ещё не смешите. То есть, это не серьёзно, как бы, это не серьёзная задача для устройства. А чего-то сверх такого пока не придумали. Какой-нибудь VR? Ну, да, но там даже больше большое разрешение надо устройства. Ну, там свои заморочки. И то, мощности там уже требуются, но их нет задач, которые можно было бы выполнять. То есть, у них контента, как можно было бы себя развлекать таким образом. А основные все задачи, то есть, это интернет, всякие видео, фото и прочее. Всядно, да, вот фотокамеры развиваются, конечно. Если вам действительно это надо, повторяю, если вам действительно это надо, и вы знаете, зачем вам это надо, тогда, да, имеет смысл покупать какой-то навороченный аппарат за тонны денег, оправданных или нет, уже решать вам. Вот. Вот для остального, что я хотел бы вам сказать. Если ваше устройство способно решать задачи, которые вы от него требуете, с ложным уровнем комфорта, то есть, если вы открываете приложеньку, и она запускается, и ведет себя так, как вы от нее хотите, то на кой хрен вам каждый год нужно покупать новый телефон? Я хотел бы вот этим своим... не знаю, как назвать это. Этим видео побудить вас, возможно, задуматься, насколько вам нужно постоянное обновление. Именно не на бумаге как-то, а вот по факту. То есть, что оно меняет? Новый телефон, новое устройство покупаете и скажет, о, вышла новая модель, нужно срочно купить. Взять новый там кредит себе, еще что-то, как-то извернуться, чтобы вот хочу себе новую модель. Зачем? Они реально за последние годы меняются очень слабо. Последние годы, наверное, 2-3, в принципе, нам будут тоже возьмете, взять Samsung Galaxy S8, Galaxy S9, да, там, вообще одно и то же устройство, например, давайте берем флагманские модели. И у остальных производителей история похожая. Ничего особо не меняется. Так вопрос, зачем платить каждый раз тонны денег? Если вы знаете зачем, то есть, конкретно, вы можете назвать причину, для себя, мне не надо, мне пофигу, в принципе, я, ну, мне не пофигу, на самом деле, все-таки я как-то хочу какую-то добрую мысль донести, да, там, стадлигнуть людей думать. Но если вы конкретно для себя знаете, зачем вам это нужно, то есть, например, там, какие-то есть особые микрофишки, которые нужны конкретно вам. Камера-то, может, снимает, да, там, в каких-то режимах, там, видео пишет лучше, еще что-то, и вы знаете, зачем вам это нужно? Вопросов нет. Но подавляющая масса людей не знает зачем. То есть, они идут в магазин, видят, что вышла новая модель, а, ну, значит, у меня уже старая модель, значит, нужно купить новую. Ну, такая логическая цепочка у людей, вот, основных я понял. Но никто толком не знает, зачем по факту это нужно, то есть, кроме того, что, ну, нужно купить новую. Одно дело, что там сломалось, разбилось в помойку, все, да, там, уже не отремонтировать и не хочется там заморачиваться. Да. Но если вам, вы не знаете ответы на этот вопрос, то, а может быть, оно вам и не нужно? Понимаете? Дело в том, что гаджет, устройство не делает вас лучше. Оно никак не красит. И более того, вы хороший устройство, да и плохой, тем более, вы тоже никак не украсите своей персоной. Гаджет – это всего лишь инструмент, который должен позволять решать задачи. И тратить на это тонны денег нет смысла, если это устройство не помогает вам решать задачи, которые могут сделать вас лучше. Само по себе устройство ничего не делает. Оно может быть классным, мощным, замечательным, но вы останетесь тем же человеком. Если вы возьмете там телефон за тонны денег в кредиты и будете хотеть им хвастаться, это всем плевать на самом деле. Ну, окей, может, кто скажет. Не, на самом деле нифига. Сейчас такое уже время никого там новой побрякушкой не удивить. Старое может быть? Да и то, знаете, вот я ходил, хожу с старыми гаджетами, ну, пара человек может поинтересоваться. О, а что это? Это что, Windows? Вау! Это что за устройство такое? Ну, ты можешь, я могу что-нибудь клевое рассказать. Кому-то это интересно. Но это тоже люди, которые как-то интересуются, да, там, технологиями в целом. В основном, телефон телефону пофиг, да, там, смотрите в нем интернет, там, видосики, всем плевать, вот серьезно. И, как, то есть, вот заниматься, как термин есть, какой-то типа вещей, что-то такое. В общем, гнаться за побрякушками не стоит. Поэтому, товарищи, вы могли вот посмотреть этот, мой ролик, да. Задачи со временем, например, мои, не меняются. И у меня спектр того, что нужно делать с телефоном, ну, наверное, совпадает, там, с некоторым большим процентом людей. То есть, смотрите, какие-то социальные сети, какие-то еще штуки, видосики, там, может, музыку послушать. Если ваше устройство может это делать, и вам ок, то не нужно гнаться за новинками. Надеюсь, у меня получилось грамотно сформировать эту мысль. И главное, вы сможете понять ее, смысл, может быть, перезадуматься, что-то, может быть, переосмыслить со своей жизнью, не знаю, или, может, вам просто был интерес за этим наблюдать. А на этом у меня все. Увидимся, увидимся в новых видео. У меня есть еще некоторый материал, связанный и с играми, и с железками, которые я готовлю, и надеюсь, что в скором времени будет еще контент на канале. Всего доброго, оставайтесь в классе, пока. пока.